книга открытым оком том 30 вопрос 4033 тема церковь кто не пошел за обновленцами как долго они продержались кто был у них главный и что у них и от них ныне осталось отвечает игнар тихон челапкин все эти вопросы не евангельские потому и ответ даю согласно данных что осталось известным но даже и не пошедшие за советскими попами так и давили все на богослужение и причащение не додумались начать по деяниям апостолов кавычки открываются святой патриарх тихон за свою краткую деятельность первосвятителя российско-православной церкви 1918 1925 годы вел корабль церковные по бурному морю страшных событий необычайно мудро для облегчения невероятных страданий духовенства и мирян гонимых безбожной властью он шел на целый ряд уступок и компромиссов советская власть не удовлетворялась этими уступками требовала духовного порабощения церкви и государства тогда святой патриарх приклад прекратил всякие уступки за что и был арестован а затем скоропостижно скончался по-видимому отравленный в 1925 году после смерти святого патриарха остались силе 3 его замечательных распоряжения которые легли в основу истинного пути русской православной церкви первое касалось сущности советской власти которую святой патриарх тихон квалифицировала как власть антихристову а поэтому подлежащую анафематствование советская власть была проклята святым патриархом второе распоряжение это предсмертный призыв ко всем православным русским людям в россии кавычки открываются зову вас возлюбленные чада православной церкви зову вас собой настрадание третье распоряжение касалось всех русских православных людей в россии не по всему миру сущих специальном указе от 7 по старому стилю 20 ноября 1920 года за номером 362 предлагалось всем православным людям за границами ссср объединиться и создать высший церковный административный центр под управлением этого центра всем в россии несущим православным русским людям предлагалось жить обособленно от российской матери церкви до тех пор пока не установится в ней свобода и порядок согласно этому указу и создалась зарубежная русская православная церковь под высшим руководством русского заграничного собора и синода представителем которого после смерти митрополита антония вплоть до настоящего времени является митрополит анастасий эта церковь единственная мистически и канонически и исторически истинная православная русская церковь за границами ссср враг рода человеческого великий клеветник ложец и человека убийца дьявол после смерти святого патриарха тихона обрушился всеми силами на православную русскую церковь желая уничтожить или поработить за пределами ссср начали начались не строения разделения расколы но верная заветом и повелением святого патриарха тихона русская зарубежная церковь под руководством русского архиерейского синода за границей осталась непорочной христовой невестой а потому согласно неложному обещанию самого спасителя и неодолимой сил самим адам если жизнь за границей русской церкви было обильно тяжелыми драматическими событиями то жизнь российская православная церкви в ссср оказалась воистину трагедии после смерти святого патриарха тихона местомлюдителем патриаршего престола страл стал митрополит петр крутицкий он оказался непоколебимым камнем и бесстрашным мучеником за чистоту веры христовой никакие соблазны никакие угрозы никакие пытки и истязания не смогли поколебать великомученика первосвятителя российской православной церкви имя его навсегда войдет в историю русской церкви наряду с именами митрополита филиппа и патриарха гермогена арестованный сосланный запытанные невероятными пытками и замученные до смерти митрополит петр остался непоколебимым и не подписал декларации которую требовала от него советская власть его последним повелением было указание чтобы его имя как символ единства русской церкви продолжала возноситься за литургией во всем православном мире несмотря даже на слухи о его смерти до тех пор пока смерть его не будет вполне точно установлена смотри об этом свидетельство епископа дамаскина викария черниговского после ареста место блюстителя заместителем место блюстителя патриаршего престола стал митрополит сергий нижегородский в 1926 году в 1927 году митрополит сергий изменил заветом святого патриарха тихона и митрополита петра и выпустил свою знаменитую декларацию в которой призывал православных людей радоваться радостям богоморческой власти и вынести этой проклятой антихристовой власти всенародную благодарность далее в кавычках за внимание к нуждам православного населения памятуя невероятные гонения на православную церковь мученическую смерть митрополита вениамина и иже с ним арест и смерть свидетеля патриарха тихона ссылку и страдания митрополита петра разрушения храмов уничтожения монастырей кощунство над мощами запрещение колокольного зона устройство комсомольской пасхи заточение многих сотен епископов 1927 году томились канцлагерях свыше 200 епископов десятков тысяч священнослужителей монашествующих миллионы верующих христиан осужденных по церковным делам истина православные люди не смогли принять декларации митрополита сергия произошел церковный раскол 1927 года во главе истина православных людей оставшихся верными патриарху тихону проклявшему советскую власть и звавшему верных чад православной церкви на мучения и митрополиту петру сосланному на страдания за то что он не согласился подписать той декларации который подписал митрополит сергий стал петрогородский митрополит иосиф приверженцев митрополита сергия стали называть сергианами а последователей митрополита иосифа иосифлянами одобрение позиции митрополита иосифа было получено из ссылки от митрополита петра крутицкого и от митрополита кирилла казанского центром истинного православия 1928 1929 году становится в петрограде храм воскресения на крови на месте убиения императора александра второго настоятелем этого храма был метрофорный протеерей отец василий верюзский кроме этого храма в руках иосифлян было еще несколько церквей в петрограде его окрестностях петроградский храм во имя святителя николая чудотворца при обижении при убежище престарелых артистов на петровском острове настоятелем этого храма был протеерей отец виктор добронравов храм во имя тихвинской божьей матери в лесном где настоятелем был протеерей отец александр советов храм какой-то понятно стрельни настоятель отец измаил и некоторые другие в храме воскресения на крови кроме отца василия верюзского выступали замечательные проповедники протеерей отец федор константинович андреев друг отца павла флоренского бывший профессор московской духовной академии и протеерей отец сергий тихомиров отец феодор был духовником многих академиков академии наук и профессоров петроградского университета 1929 году умер замученный пытками добросов в тюрьмах и выпущенный умирать и дома отец феодор профессор андреев похороны этого замечательного проповедника приняли грандиозно демонстративный характер далее кавычки открываются со времен похорон достоевского петербург не видел такого скопления народа писал профессор а и бриллиантов своему другу в 1930 году были закрыты все иосифлянские церкви за исключением одной тихвинской божьей матери в лесном 1930 году были расстреляны все наиболее видны и иосифляне епископ максим протеерей николай прозоров протеерей сергий тихомиров протеерей александр кремышанский и рей сергий алексеев и другие архиепископ димитрий гдовский был заточен на 10 лет ярославский политизолятор где и погиб митрополит иосиф епископ сергий на русский со множеством духовенства и мирян были сосланы в концлагеря многие миряне были арестованы и высланы только за то что они посещали единственную иосифлянскую церковь весно 1936 году эта церковь была тоже закрыта еще с 1928 года начались петрограде отдельные тайные богослужения по домам после 1930 года количество тайных богослужений значительно увеличилась а с 1937 года можно считать катакомбную православную церковь вполне оформлены в основной россии особенно в сибири катакомбные церкви создались несколько раньше в москве катакомбные богослужения было недостаточно и многие москвичи окормлялись в петрограде никакого административного центра и управления катакомбными церковями не было духовными руководителями считались митрополит кирилл и митрополит иосиф главой церкви признавался законный местоблюдитель патриаршего престола митрополит петр крутицкий а после его смерти митрополит иосиф 1929-1930 годах соловецком концлагере где оказались вместо нескольких вместо несколько иосифлянских епископов максим серпуховский виктор викарий вятский и ларион викарий смоленский и нектарий трезвинский были тайные хиротонии появились тайные епископы и огромное количество тайных священников профессор иван андреев книга деяний 8 глава 4 стих между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слов 1 фессалоникийцам 22 но прежде пострадав и быв поруганы в филиппах как вы знаете мы дерзнули в боге нашим проповедовать вам благовестие божие с великим подвигом книга деяний 11 глава 19 стих между тем рассеявшиеся от гонения бывшие после стефана прошли до финики и кипра и антиохии никому не проповедуя слова кроме иудеев не завидуйте старинным меценатам их светлой памяти оставшийся потомкам кормили нищих вовсе не по блату их кошелек был безразмерно емким если слышишь стоны голодранцев промокших без одежды и жилья жилья ты можешь к ним таинственно пробраться стать той вдовой кормился где илья пророк нуждался в крови и пешки земля пылала пастбище сгорали он у вдовы сынка ее тетешкал и на три года горсть муки и скатки кому помочь не мне а я кому блаженнее давать чем принимать пройдется жизнь в конце ее пойму пам понять поможет лагерь и тюрьма в нужде и тягости зажатому в тиски обобранному властью и ворами дыхание сперла кратера достиг полу обгоревший до косней отравлен нужду других отчаяние и смерть во имя бога отогнать пытался не о своих болячках раздражаться впредь петлей для многих стал масонский галстук что посылал господь через своих одежду и еду бумагу ручки все раздавал смирялся подлый псих слова евангельские наизусть он учит быть меценатом спонсором в нужде так нелегко не легче чем на воле твой бег не кончится хотя пришлось сидеть ведь здесь нужды не перечислить сколько кто щедро сеет с полнотой пожнет благодеяния рядом и за гробом грехи твои сотрутся сгинет гнет стать благодетелем не поздно ты попробуй 26 октября 2008 год игнатий лапкин покидает ещее шик шик шу шик Продолжение следует...